Всем привет! С вами Селена и Настя, стилист! Наконец-таки настал тот день долгожданный, когда Настя, это вообще один из немногих людей, которые вообще у меня в гостях дома были, кстати, чтобы ты понимала. В общем, она приехала помочь мне разобрать гардероб. Так сложились условия, что я очень хотела себе стилиста, чтобы он мне помог одеваться. В последнее время вы мне очень много писали, что я не умею одеваться, что мой стиль говно, найми себе стилиста, найди, что-нибудь сделай. И каким-то случайным образом мы оказались на одной вечеринке. Я увидела, как она одевается. Кстати, во влоге вы увидите как раз-таки кусочек. Это я ее показываю. Ты, кстати, не видела, как я тебя снимала? Нет. Да, я ее сняла, кусочек. И, в общем, мы с ней познакомились, и вот она здесь. Расскажи немного, Настя, о себе. Как ты стала стилистом? Давно ли ты этим занимаешься? Я, на самом деле, всегда любила шмоточки. И, прямо честно, было тяжело себе признать, что я слегка в чем-то шопоголик. Люблю очень магазины, люблю показы смотреть и вообще ходить по магазинам. Никогда, мне кажется, не устану. Училась на стилиста я два года назад, но потом я забеременела, родила ребенка. И вот уже месяца четыре я занимаюсь именно как персональный стилист, еще и фэшн-блогер. Ну, то есть, можно сказать, что я прям в начале своей карьеры. Сейчас прохожу обучение уже повторное и хочу развиваться в этой области профессионально. Но я знаю, что у тебя есть YouTube-канал свой, да? Да, только два месяца назад я начала его вести. Там еще не очень много видео, но я над этим работаю. Снимаю шоппинг-блоги в торговых центрах, в разных магазинах масс-маркета. Переодеваюсь, показываю, что можно одевать из новой коллекции, как сочетать вещи по разным сезонам. Ну, то есть, стараюсь вести максимально интересно и информативно. Классно. Значит, если ты начинающий, значит, впереди нас ждет много интересного. И девочки, кстати, может быть, и будут задавать тебе вопросы и просить что-то снять. Также у тебя есть Instagram, который более развит, да? Да, Instagram занимаюсь давно, тоже были перерывы, были смены направленности блога. Но сейчас я прямо уже точно для себя поняла, что хочу развиваться в стиле, в направлении фэшн. И сейчас двигаюсь в этом направлении. Я, кстати, знаю, что у тебя есть подружка еще, фотограф. И ты как раз подбираешь образы. Очень классные у вас там сейчас идут проекты, да, вот такие стрит-стайл, да? Да, больше мне, если честно, нравится стрит-стайл. И весь Instagram веду тоже в таком направлении. У меня идет, да, такой, ну, больше акцент на визуальный контент. Мне нравится делать классные фотки, нравится стилизовать съемки. Но также работаю как персональный стилист, делюсь какими-то лайфхаками в покупках, в стилях, трендах и так далее. В общем, с этой девочкой я тоже познакомилась. И мы сегодня еще подберем несколько образов на фотосессию. Да, так что инстаграмчики вот здесь вот. Подписывайтесь, заходите тоже. Да, и ссылку на YouTube-канал начинающий я тоже оставлю. Посмотрим, что там интересненького нас ждет впереди. Так, что самое интересное меня сейчас беспокоит? Я сейчас вытащила половину, наверное, своего гардероба. Вы знаете, что здесь просто... Очень много всего. Я могу уже сделать. Не прозахнуть, да. Я не стала пугать Настю сразу, вытаскивать все. Вот. Я даже... Она меня попросила разобрать все. Блузочки к блузочкам, штанки к штаникам. Но я даже не смогла все это разобрать, потому что мне не хватило времени. Просто она приехала уже, значит, будет помогать мне. Обычно, с чего все начинается? Я вообще не в курсе, никогда мне никто не помогал, ничего не говорил. Ну, в первую очередь нужно определить твой досуг. То есть мы определяем, как ты проводишь время, и уже от этого начинаем выстраивать комплекты, собирать их, чтобы, например, если ты проводишь много времени на тусовках и на каких-то выходах, да, официальных таких, то это там каблуки плюс что-то там такое, ну, что-то более официальное. Если ты больше время проводишь с ребенком, то это другое, вообще другая песня, ты одеваешь там кроссовки больше, удобную какую-то одежду, и от этого все и строится. То есть мы распределяем твой досуг в пациентном соотношении, после этого выстраиваем весь твой гардероб уже от этого. Да, в пациентном соотношении у меня получилось, что там, 80%. Это я вообще что, хожу выбрасываю мусор, взломала им в садик и бегаю по магазинам, что-то покупаю для видео. И только там буквально сколько у меня там, 20% наверное, да, это какие-то... Тушевки. Выходы, поэтому для меня важно, ровная подошва. У меня даже, не, у меня есть там на платформе, ну, как бы редко ношу, потому что устаю. Так, с этим мы определили, в общем, у меня должно быть все удобно, вот, если неудобно, не одену. Так, дальше что? А дальше еще всегда спрашиваю своих клиентов, что они хотят нести другим людям, как они хотят себя позиционировать. То есть, если человек, например, работает, да, в какой-то определенной сфере, например, он психолог, то это одно восприятие человека. Если человек занимается, там, медийностью, да, например, вот как ты, фэшн, там, как ты... Я фэшн, слышали? Если человек занимается, например, блогом, да, он там блогер, он хочет позиционировать себя, там, какой активный, такой весь продвинутый и так далее, то это вообще другой посыл, и внешне он должен выглядеть тоже по-другому. Вот, от этого тоже очень много зависит, от этого выстраивается весь гардероб и персональный стиль. Я сказала, что я хочу быть, выглядеть и нести людям, что я такая уверенная, успешная, вообще там, стильная, что там еще, богатая, крутая, в общем, все прилагательные, крутые для меня. Хочу так одеваться. Так, с этим понятно, в общем, чтобы сразу впечатление number one было. Так, и что еще мы там делали? Ну, также я всегда спрашиваю, в каких магазинах предпочитает клиент одеваться. Китай. Китай, интернет-магазины Китай. Али, да? Аликспресс. Вот, и еще, конечно, ну, по стилю, по цветовым гаммам, какой цвет ближе к человеку, да, на что себя комфортно ощущать, на что, на какие там стилистические приемы готов. Например, не все любят многослойность, каждому по-разному хочется себя как-то подчеркивать достоинства фигуры. Вот, поэтому от этого тоже очень много строится, и эти опросы всегда я высылаю перед разбором гардероба, и после этого мы уже устраиваем стратегию работы в дальнейшем. Кстати, я тебе покидала фотографии такие, знаешь, там реально такая вся стильная, такая вся модная, прям сдержанная, но на самом деле иногда мне, как блогеру, от того ты увидишь, сейчас у меня в гардеробе есть яркие пятна, мне иногда хочется, знаешь, немножко, как это вот назвать? Акцентов. Ну, выглядит немного видно, что блогер, понимала? Сганер, ординарная личность пошла, зеленая, кислотная шуба. Не просто, да, там человек, который в офисе работает, а что-то такое творческим занимается каким-то, ну, мы это все сможем просто обыграть и сделать акцент на интересные образы, которые будут подчеркивать, что как раз-таки это индивидуальность и профессия. Супер. Я, в общем, жду не дождусь, сейчас мы немножко еще разложим наши вещи по этим кучкам, да? Сортируем, сортируем, да, вещи и приступим. Может быть, еще вернемся, что-нибудь дополним. Поехали, готово? Да, давай, начинаем. Выкладываем вещи, чтобы мы все видели, что у нас есть. Сейчас мы выложили все низы, только, вернее, не все низы, но только брюки. Только брюки. А сейчас приступим, наверное, к водолазочкам. Тоже раскладываем все, чтобы мы видели все вещи и смогли собирать, и нам было максимально удобно. Никто мои еще вещи так не трогал. Ну что, у нас тут разбор полным ходом. Я приехала к Селене, вот у нас тут уже собираем лучки и все снимала. Я уже на стиле. Да, уже. Только ты снимаешь так, что ножки короткие, а на самом деле не делаешь. Нет, ладно, я буду снимать вот так. Опа, опа, смотри, нога пошла. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 В общем, все пишут. С кожаной джинсовкой, с прямыми сапогами пальто. Классический вариант. Прямой жакет, лодочки, сапоги на каблуке. Из аксессуаров рекомендую добавлять кожаный ремень на талию, чтобы сделать на ней акцент. Обувь, кеды, ботинки, лоферы, прямые сапоги, лодочки, ботильоны, сапоги на каблуке. Дальше. Это образы, которые она нафотографировала. То есть с группами ботинками. Пример, да? Все по примерам, как можно сочетать. Вот еще варианты, которые она собрала у меня же здесь. И самое главное, идеи для вдохновения. То есть я могу уже сама там что-нибудь придумать, додумать. Представляете? И вот так вот с каждой вещью. Какая огромная, трудоемкая работа. И она все это для меня сделала. Ну, в принципе, она для каждого клиента своего это делает. Это входит в разбор гардероба. Вы представляете? Это, это очень круто. Я не ожидала, что это вот так все с фотографиями. Все расписано. Все, вообще огонь. Огонь, огонь. Сейчас сижу я среди этих всех вещей. И просто в шоке. Просто в шоке. Не знаю, с чего начать. На самом деле уже я подготовила кучу пакетов на выброс. Кучу на отдачу. То есть мне нужно было какие-то вещи, которые у меня были в гардеробе. Я все думаю, ну вот оно прикольно смотрится. Оно там и это. И Настя мне сразу, ну, говорит, что это как бы уже давно не актуально. И вообще, ну, как бы дешевит. И устаревшая какая-то вещь, да. То есть у меня были сомнения. То есть я никуда это не одеваю, понимаете. Оно висит. Ни разу не одела. Год, два, три. Потому что сама не чувствую, что куда-то. И тут мне вот приходит человек, просто говорит, что оно вот уже просто не туда. И я все это избавляюсь. Конечно, какие-то вещи, которые мне отдавать уже стыдно. Я их буду отдавать. Она сказала в H&M на переработку. Вот. Отдают. И дают 15% скидку. В магазине у них можно что-то взять. И еще из многочисленных аксессуаров, которые у меня есть, которым я вообще не пользуюсь. Например, пояса, да. То есть мы использовали все время один пояс, который я покупала в последний раз. Не помню, где я его покупала. Как раз я их покупала под свои ботиночки, которые в Заре кожаные брала, такие вот с паеточками. Да, я такой же взяла пояс. И просто он везде пригодился. Везде, везде, везде. И, в принципе, я так поняла, что, может быть, пару поясов мне еще надо добрать. Добрать и прекрасно сочетать со всеми образами. Обувь у меня отличная. Она сочетала все мои вещи с моими любимыми вот прям образами. Мы взяли кроссовки, но не спортивные, а такие больше, чтобы можно было сочетать не только со спортом. Взяли такие кроссовки. Взяли кроссовки черные, которые тоже много где. Мартинцы мои любимые, которые я так хочу везде сочетать. Мы просто под все почти что в моем гардеробе. Мартинцы подходят. И подходят на каблуке мои ботильоны и тоже прекрасно садятся. Также сапоги. Сапоги, которые, помните, бордо я высокие покупала. Вообще класс. Я хочу еще побольше с ними образов. Мне очень нравится, как они смотрятся. Коричневые сапоги, серые сапоги, которые чулками идут. Супер. Все мои любимые вещи, на самом деле, которые ходовые. То есть мне показала она, как их сочетать можно. Я в шоке. Мне теперь хочется все вообще нахрен убрать. Просто добрать то, что нужно. Базовое прям такое. И просто выкидывать все и поменять свой гардероб, чтобы там был реально минимализм. Я прихожу к тому, что не нужно брать кучу-кучу всего. Нужно взять базовые вещи, но нужно понимать, что такое базовые вещи. Уметь их все сочетать, это на самом деле не так сложно. Но вообще, конечно, хорошо, когда рядом с тобой есть такой человек. Я надеюсь, что наша дружба с Анастасией продолжится. И мы будем работать над ее каналом. Потому что я считаю, что она просто должна нести миру то, что она знает. И помогать девочкам красиво и стильно выглядеть. Я думаю, что она это вообще просто ас в этом во всем. Это ее 100%. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы ее канал развивался и был успешным. Я думала, что, наверное, она придет. И у меня такие все вещи, сочетаемые и несочетаемые. И очень сложно будет что-то сочетать. Но нет, она прекрасно сочетала много вещей. Тем более те, которые мне удобны. Хочу с каблуком, хочу без каблука. И реально выглядит очень стильно. То есть некоторые образы, которые я бы никогда не додумалась сететь. Я еще переспрашивала, говорю, да, это реально так классно. Говорю, так я даже не додумалась бы так одеть. Она говорит, да, очень даже. Я вот бы, блин, гоняла бы. Мне вот очень нравятся такие образы. Кстати, сочетали мы все практически с одной курткой кожаной. У меня их несколько кожаных курток. У меня раз, два, три, четыре только черные кожаные куртки. Голубая, розовая, бордо. Но она сказала, что мы будем, чтобы просто не менять вот эту тысячу курток, мы просто возьмем одну. А я буду понимать, что на место нее можно любую из курток брать. Вот. То же самое касается джинсов, например, да. Вот какие-то джинсы я уже выкинула, потому что я поняла, что они не мои. Мне нужно купить джинсы Moms, называется. Мне нужно купить водолазку бежевого цвета, молочного цвета. Вот я хочу себе. Потому что это вообще база-база. Очень под много что подходит. Сейчас еще что-то из юбок теплых я оставлю. Думаю, что они прекрасно подойдут. Это я уже сама фантазирую здесь, да. Покажу потом Насте, одобрит она или нет. Из обуви мне нужно купить только лодочки классические, чтобы они у меня были. Но мне надо найти хорошую колодку. Посоветуйте, кстати, какие-то хорошие лодочки. Не обязательно супер-купер фирмы, потому что лодочки я буду носить все равно редко. Хотя, если они будут какие-то удобные, как в кроссовках, возможно, я буду носить часто. Тогда я готова взять дорогие какие-то, да. Но если удобные и какие-то недорогие, ничего страшного. То есть это классика. Просто ради того, чтобы хотя бы просто привыкать к этим всем образом. Ну и в принципе все. В моем гардеробе всего было предостаточно. Поэтому пару ремней, пару водолазок правильного цвета и чтобы они не были сильно теплые. Потому что моя белая водолазка, она для меня тепловатая. Это как раз на зиму, да. А еще бы я себе купила какой-то пуховик. Только вот у меня темно-синий пуховик яркий, да. Он тоже подходит под некоторые образы, которые мне нравятся. Но хорошо было бы, чтобы был пуховик какой-то бежевый, светлый или серый, или бежевый, что-то такое. У меня был, но я его уже решила от него избавиться. Он уже такой старенький, уставший. Короче, я безумно рада. Неужели это сложилось в моей жизни? Пока счастливая. Кстати, Настя сейчас уходила, она вернулась. Сначала забыла пауэрбанк с зарядкой. Вернулась, забрала. А потом через 10 минут мне пишут, что она забыла платок и пальто. Понимаете, насколько у нас здесь все горело, все было так энергично. Полностью окунулись в процесс. Человек ушел без пальто и даже не заметил. Вот такие дела. Продолжение следует...